У меня всегда было врождённое желание искать истину. Альберт Эйнштейн с его теорией относительности хотел знать, что происходит в мире. И я понял, что воспринимал мир не так, как следует. Когда мне было 11 лет, моя мама заболела раком мозга. Они вскрыли ей череп, и она умерла вскоре из-за этого. Я помню, на похоронах раввином был Рэбби Бинсток, великий и выдающийся раввин, и в своей поминальной речи он сказал, «Обычно люди живут лет 70, но в случае Лолиты, как звали мою мать, она получила такое благословение, потому что она может попасть на небеса, будучи вечно молодой». И я помню молитву в Миньяне после, поскольку это не укладость у меня в голове. Я подошёл к Рэбби и сказал, «Рэбби, когда моя мама умерла, у неё была обрита голова и вскрыт череп. Вернёт ли Бог назад её не такой, а на год ранее, когда она была красивой? И если так, почему он не может взять старых людей и вернуть их на несколько десятилетий назад, чтобы они были молодыми и красивыми?» Рэбби был в ужасе. Он посмотрел на меня и сказал моему деду, «Рувен, как ты мог вырастить такого внука? Он должен сейчас же оставить Миньян». И это была моя первая ассоциация с попытками искать в иудаизме ответы на мои вопросы. Я не собирался искать истину с помощью своего еврейского воспитания. Я просто не мог получить ответов. Поэтому вот что я сделал. Я сказал, «Я возьму это на себя». Я попал на юридический факультет Гарвардского университета. И я помню первый день, когда я пришёл туда, проходя через ворота Гарвардского двора с эмблемой и девизом сверху искованного железа со свотом «Веритас». И на латыни это означает «истина». И я подумал, что это реальное место, где я наконец-то доведу до конца свои поиски истины. Законодательство было очень относительно и ограниченным. Поэтому, когда я занялся практикой, я всё взял в свои руки. Я был провидцем. Я составлял документы, которые предвидели все возможные обстоятельства. И клиенты текли ко мне. Я был известен как юрист, способный решить проблемы, которые другие люди решить не могли. Я был так горд своими достижениями. Я совершенно не обращал внимания на то, что происходило с остальной моей жизнью, с вещами, которые, если так можно сказать, не брались в расчёт, по моим оценкам. Мой брак распадался. У меня был сын, над которым я не собирался брать опеку. Мой отец умирал. И я практически ничего не чувствовал внутри, потому что мои руки были запятаны моими юридическими документами. А затем, помимо всего прочего, как только в конце 80-х изменилась экономическая ситуация, люди столкнулись со всем тем, что я писал и что ждало своего часа этими священными документами. И мой мир действительно шёл на дно в том смысле, что снова и ещё одна попытка найти истину не увенчалась успехом. И посреди всего этого у меня завязали серьёзные отношения с одной прекрасной женщиной по имени Сьюзи. Она была не такая, как все. Она очень сильно заботилась обо мне и моём сыне, так что это успокаивало. И было как целебный бальзам мне на душу после поражения, которое я потерпел тогда. Когда она сказала мне, что мы должны пойти в церковь на пасхальный седр, который проводил верующий в Иисуса Христа еврей, что было для меня абсолютно бессмысленным. Ей пришлось вести меня, пиная и подгоняя. Но когда я пришёл, он говорил о связи уз египетского рабства и рассказе Иисуса об узах рабства, которые налагает грех. Я почувствовал себя как Хелен Келлер в колодце, когда она почувствовала воду и начала говорить слова с помощью своих рук. Каждая страница Библии говорит нам об ограниченности закона. И что документы, если в этом нет вашего сердца, стоят не более, чем бумага, на которой они написаны. Осознание того, что он сам, идеальный, умер, чтобы мне получить награду, как будто бы я исполнил закон, не исполняя его, было чем-то невероятно значимым для меня. Оказалось, что в ретроспективе я был таким же глупым, как и все те евреи, которых я критиковал в еврейской школе. Я был на расстоянии 11 дней пути от земли Адетаванной, но я сам по-своему в реальном времени провёл 40 лет в пустыне. В 1998 году, когда я женился на Сьюзан и мы ждали ребёнка, оказалось, что у него будет синдром Дауна. У меня была и так достаточно тяжёлая жизнь. Моя мать умерла рано, и многое из того, с чем я боролся, никуда ещё не делось. И мне не нужен был ещё и такой Цурес на всю мою оставшуюся жизнь. Я просто не хотел этого. Я задумался о своей вере и вере Авраама. И если подумать о том, что он был готов показать свою веру в Бога, убив своего сына, то каким же трусом должен быть я, если я не могу показать свою веру в Бога, совершая естественное, позволяя своему сыну жить? Мы назвали его Мэтью, что значит «дар от Бога». И мы с Сьюзан понятия не имели, как это будет здорово. Все эти вещи, которыми я был наполнен, и которые, казалось, имели смысл, просто вылетели в окно с появлением Мэтью. Когда он поднимает свои руки и общается с Богом, это такая близость, о которой подобные мне люди вокруг могут только мечтать. Мэтью 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 Продолжение следует...